МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Евросоюз мешали санкции, теперь есть проблемы со сбытом. Второй вопрос – работа агросервисов. В свое время государство оказало беспрецедентную поддержку головному предприятию, сейчас накопились очередные долги. Говорили и о спутнике связи, его создавали в том числе для коммерческих целей. Вопрос окупаемости так и остался открытым. Это не единственная критика в адрес чиновников. Когда-то я предупреждал всех. Уверен, что и за столом сегодня присутствуют люди, которые не первый раз от меня слышали фразу «Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме». Широко разошлась эта фраза в нашем государстве, среди народа. Но, как вы понимаете, я это не напрасно говорил. И я очень-очень не хотел бы, чтобы мне в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Но, правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно, на нем уже лет 30 сидит. Те, кто интересуется этим вопросом, помнят, что первую антикоррупционную комиссию в нашей стране возглавлял тот самый Лукашенко. Коррупция, эта ржавчина нашей экономики, наносит жесточайший ущерб нашему государству, не только в экономическом плане, но и в политическом. Я это говорю специально сегодня, с учетом того, что здесь руководство нашего правительства, и я часто слышу от этого же руководства правительства, что мы где-то чего-то, кого-то пережали. С Следственным комитетом Беларуси в отношении первого заместителя начальника белорусской железной дороги возбуждено уголовное дело. В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта изъяты денежные средства на сумму более 3 миллионов 200 тысяч долларов. Пока только нашли. Железная дорога, первый заместитель, Анатолий Александрович, он первый заместитель у вас. Что я могу думать про руководство железной дороги? И вы будете потом обижаться, что их там прихватили ни за что. Еще раз повторяю. Ни одного человека, правоохранительные органы и контролирующие комитет госконтроля никогда не задержали и не положили на него глаз, если нет конкретных фактов. А конкретные факты и есть, и президент привел примеры. Причем уголовные дела касаются всей вертикали власти, вплоть до министров. Генеральной прокуратурой в 2024 году возбужден ряд уголовных дел в отношении первого заместителя председателя Брестского обл. полкома Зайчука. Идет следствие полгода. И за что? За взятку. За взятку? Так, а вы что, этого не видите? Первый ваш заместитель ухваленного председателя обл. полкома. Денежное вознаграждение в качестве взяток в общей сумме тысячи долларов за благоприятное решение вопроса, входящее в его компетенцию. Кто, Виталий, будет отвечать за это? Товарищ президент, я по этому вопросу очень, так сказать, много выводов сделал, в том числе. Садитесь. 26 января этого года Следственным комитетом в отношении бывшего замминистра энергетики Михадюка человек всю жизнь отработал в министерстве, так же? На пенсию пошел за благоприятное решение вопросов компанией Рикос взятки давал. Дай тебе подстанцию, иди модернизируй, но ты мне дай взятку. Тысячи, десятки тысяч долларов. Обрыло много слышали, не буду напоминать и повторять. Привлечены на сегодня три десятка человек. Президент убежден, тайные в нашей стране такие нарушения закона не останутся, и позиция в отношении фактов, которые угрожают национальным интересам, жесткая. Больше я вас уговаривать и просить не буду. Шаг влево, шаг вправо к стенке поставим, публично вам заявляю. Как вопросы какие-то решить? Ну просто беда. Сам определяешь вопросы, сам ставишь задания, и сам едешь, проверяешь, и потом делаешь вместо вас. Последний разговор с вами. Какая бы электоральная компания не была. Я тут особо не парюсь по поводу того, вы меня поддержите там или нет. Я договорюсь с белорусским народом. Я договорюсь, я найду с ним общий язык. Я три десятка лет нахожу с ним общий язык. А вот вы подумайте, с кем вы будете работать. Что касается пеллетных заводов, президент напомнил, в строительство вложено немало инвестиций, как государственных, так и частных. Однако запасы, низкосортные древесины, по сути сырья, лишь растут. В строю осталось несколько подобных предприятий. При этом меры, которые принимаются правительством, результата не дали. Картина маслом, как говорят, для нашего правительства, построили десяток предприятий, может уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома, в лесу страшно смотреть. Думаю, ну а почему? Это все не переработать, не получить от этого эффект. Построили заводы, которые все это превращают в щепу, и мы получаем отличный топливный ресурс. Но у нас же президент съездил, договорился. Будем газом топить. Дрова не нужны, пилеты не нужны, на экспорт поставлять не можем, логистика не позволяет или ума не хватает. И внутри страны не потребляем. Обращаю ваше внимание, раз производство созданы, они должны работать. И само собой, не в убыток, а возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно. Также Александр Лукашенко потребовал уделять больше внимания развитию по стране сети агросервисов, которую во времена рыночной экономики пытались разрушить. Также президент предупредил ответственных лиц о необходимости своевременных расчетов с крестьянами и сельхозорганизациями и запоставляемую продукцию. Детали громкого коррупционного дела с рекордными суммами, о котором говорил президент, за взятки. Задержан первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуп. У него изъяли более 3 миллионов 200 тысяч долларов. Столько взяток в истории независимой Беларуси не брал еще никто. Задержали с поличным прямо на автостоянке после встречи с коммерсантом, который щедро заплатил за решение вопросов. Коррупционная схема, которую создал и курировал Петр Дулуп, не нова, брал взятки у коммерческих структур за лоббирование интересов в грузоперевозках. Деньги прятал в тайниках, квартиры и загородного дома. Соблюдал все методы конспирации. Так работал годами. Лишь один из фактов. Зафиксированы коррупционные взаимоотношения должностного лица с представителями одной из крупных белорусских коммерческих компаний, обеспечивающих перевозки грузов по территории республики, ближнего и дальнего зарубежья. Установлено, что должностное лицо только в результате нескольких встреч получил представитель коммерческой структуры денежные средства в виде взяток на общую сумму более 300 тысяч долларов США. Свою вину Дулуп признал, много еще предстоит установить. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. С теми, кто давал взятки, также работают следователи. Территория свободная от закона и морали. Достижение первого дня действия буферной зоны. Поляки зверски избили беженцев из Сирии. Трех мигрантов накануне обнаружили наши пограничники в Каменецком районе вблизи польской границы. Они рассказали о том, как с ними обращались силовики соседней страны. Вооруженные поляки били нас палками. Они ударили меня током в спину с помощью электрошокера. Они били меня очень сильно по всему телу руками и ногами. Они выстрелили в меня резиновыми пулями. Вот такими вот пулями. Затем я упал на землю и семеро польских солдат стали меня избивать. Отбили мои руки, ноги. Также беженцы рассказали, что они спускали собак, травили слездачевым газом. При этом сирийцы не оказывали никакого сопротивления и не представляли угрозу польским силовикам. После стезания людей выбросили через калитку для животных на территорию Беларуси. Наши пограничники оказали им первую помощь и вызвали медиков. Проявление подобной жестокости и новых форм стезаний совпало с введением буферной зоны на польско-белорусской границы. В пределах этой территории польские силовики запрещают нахождение представителей общественности, пытаясь скрыть факты превышения полномочий и беззакония. Следователи зафиксировали все преступные действия польских силовиков. Будет дана правовая оценка. Для белорусов такие подходы чужды. В информационном поле мы продолжим отстаивать историческую правду. есть и другие важные государственные задачи. Их теперь предстоит выполнять новому председателю управления телеканала ОНТ. Его сегодня представили коллективу. Игоря Луцкого встретили тепло с цветами и аплодисментами. Для телевизионщиков человек не новый, профессионал, опытный управлений, сработал на руководящих должностях ведущих республиканских СМИ, возглавлял Министерство информации, курировал медиасферу и на посту замглавы администрации президента. Поэтому всю телевизионную кухню знает досконально. Прежний руководитель ОНТ, а накануне глава государства назначил Марата Маркова на должность министра информации, поблагодарил коллектив за годы совместной работы, отметив, что телеканал стал командой единомышленник. Впрочем, с ОНТ Марат Марков прощаться не стал. Дальнейшее развитие нашего телеканала останется под его пристальным вниманием. Работать управленцы будут в тесные связки. В условиях постоянного информационного давления важно сохранять и повышать эффективность белорусских СМИ во благо государства и народа. Всемирный день донора. С первой процедуры по переливанию прошло более века, и с тех пор число желающих добровольно помочь людям постоянно растет, в том числе в Беларуси. Утром передвижной мобильный комплекс развернулся в Минске у Минздрава. Здесь общественные деятели, представители госорганов и организации, учреждения образования, спорта и просто неравнодушные граждане. Каждый отдал по 400 миллилитров своей крови. Она пойдет на спасение матерей и новорожденных, пострадавших в авариях и прежде в чайных ситуациях. Использует компоненты крови и при сложнейших операциях. Для всей хоккейной команды президента и для меня лично это далеко не первый случай донорства. на самом деле это стало такой командной традицией. И я уверен, что своим участием мы привлечем внимание огромное количество людей и своим личным примером с подвигом присоединиться к этой важной процедуре. Сегодня у нас больше 100 тысяч доноров, которые ежегодно по несколько раз в год сдают или кровь, или компоненты крови. И эти препараты необходимы каждому из нас. Случаются несчастные случаи, приходят болезни. Сегодня каждый день в стране переливается от 500 до 1000 случаев переливания крови и ее компонентов. Каждый год в стране от доноров получается порядка 260 тонн компонентов крови. Одна донация спасает 4 человеческих жизни. Мы не знаем когда и кому пригодится эта кровь, поэтому мы всегда говорим придите хотя бы один раз и сдайте кровь для себя, для своих близких. Пусть она никогда не пригодится, но во всяком случае она никогда не пропадет, потому что из нее делают определенные компоненты, медицинские препараты. Главная задача не просто сдать кровь, а сделать это в первую очередь безопасно. Есть перечень тех, кому донация противопоказана, это пожилые люди с хроническими и инфекционными заболеваниями. донация заболеваниями. Спасибо. Спасибо. Спасибо.